Здравствуйте, дорогие друзья! Суть глобального экономического кризиса проста. Капитализм, существующий за счет расширения рынков, создал, наконец, глобальный, то есть всеобъемлющий рынок и уперся в его принципиальную ограниченность. Расширять глобальный рынок некуда, особенно если учесть, что главной валютой становятся не деньги, а внимание людей, которые по определению не поддаются бесконечному имитированию. Мы не можем смотреть более четырех телевизоров. Одновременно более 16 часов в сутки подряд. Собственно, и это мы тоже не можем, но некоторые пытаются. Эта ограниченность уже положила конец традиционному технологическому прогрессу, основанному на усложнении и удорожании технологий в интересах крупнейших монополий. Мы этого пока не замечаем, там падают с него периодические кусочки Боингов, и люди умирают от болезней, потому что нет новых поколений антибиотиков. Это же слишком сложно для нас, таких умных, сдавших только что ЕГЭ. Поэтому мы это не замечаем. Но то, что мы это не замечаем, не отменяет реальность. Открытие новых технологических принципов почти прекратилось. Продолжается лишь коммерциализация старых открытий, иногда фантасмагорическая коммерциализация. Коммерциализация. GPT-чат – это божество. Что он про меня написал, особенно когда я представился астрономом, а потом поэтом, а потом геофизиком, это я стесняюсь даже выложить, потому что таких словословий Ньютон не удоставился, хотя он был признан при жизни, величайшим из ученых всей тогдашней истории человечества. Но это всего лишь коммерциализация старых открытий. Традиционный технологический прогресс невозможен без расширения рынка, который создает пространство для углубления разделения труда. А расширение рынка невозможно. Значит, традиционный технологический прогресс встает по объективным причинам, а не потому, что кто-то где-то поглупел. Утратив возможность расширения рынка, капитализм лишился возможности, обеспечивающего рост доходов технологического прогресса и повис в воздухе. Табуреточка из-под него вышибли. Помимо технологического прогресса, достижение предела расширения глобального рынка подорвало и конкуренцию. Сложившийся на глобальном рынке монополии неумолимо загнивает. Загнивание монополии проявляется в сжатии коммерческого спроса, который превращает этот спрос в главный дефицит эпохи и пророждает отчаянную борьбу за него, прежде всего при помощи протекционизма. После обострения глобального кризиса в конце 8-го, начало 9-го годов Россия, одна-единственная из всей большой двадцатки, не усиливала протекционистской защиты своей экономики. Либералы не знают, как это. Долгие пять лет мы этим не занимались, пока нас не поправили санкцией. Усиление протекционизма означает распад почти всех глобальных рынков на макро-региональной. Это уже оборачивается разрывом ряда технологических цепочек и обрушением человечества в глобальную депрессию. Главная угроза в ней, наряду с порождающим падение потребления с хлопыванием спекулятивных рынков, это утрата многих привычных технологий, которые уже сейчас становятся слишком сложными и слишком дорогими для ряда макро-регионов. Ну, просто потому, что в макро-регионах просто не будет числа потребителей, просто не будет необходимого спроса, который нужен не то, что для развития, но даже для простого сохранения сложных технологий. Если без дальномагистральных самолетов можно как-нибудь обойтись, летать с пересадками, как мой отец летал по Советскому Союзу на послевоенных лицензионных еще Дугласах, то прекращение совершенствования антибиотиков, например, уже возвращает нас в Средневековье, когда любая царапина может стать смертельной. Выход – дешевые простые технологии, которые развивались вне монопольной логики завышения сдержек, прежде всего в рамках советской оборонки. Это было единственное место в мире, где огромные деньги выделялись на исследования без обещаемого результата. Правда, из-за плохого управления, но тем не менее. Одни закрывающие технологии основаны на воздействии не материальными инструментами, а электромагнитными полями и колебаниями разных частот, другие – на мобилизации скрытых возможностей организма, но их много, и они есть. Сверхпроизводительность делала эти технологии закрывающими целую отрасль, и потому неприемлемыми не только для традиционных монополий, но и для озабоченных социальной стабильностью государств. Я помню, в 1996 году пришел ко мне человек, доктор технических наук, изобрел лазерное прочение рельсов. Цена рельсов возрастает процентов на 10, срок службы – на 3 года. Я ему говорю, понимаете, что ваше изобретение означает, что две трети релсоделительной промышленности всего мира со всеми налогами, со всеми людьми, которые там работают, с политиканами, которые на этом паразитируют, со всем, нужно взять и отнести на помойку. Поэтому закрывающие технологии сохранились и развиваются в порах общественных организмов. Но падение уровня монополизации, крах традиционной модели технологического прогресса, разрушение привычной социальной защиты в глобальной депрессии позволят им стать основой нового пути развития человечества, технологическим базисом новой социально-экономической формации, техносоциализма, по сути дела, нового коммунизма. В этой сфере именно мы имеем огромные возможности. Эти технологии не только разрабатывались, но и сохранились и даже развиваются в основном именно у нас, не только по историческим причинам, но и в силу их соответствия специфики именно русской культуры. Точно так же, как традиционные инженерные науки соответствуют специфике старой, уже убитой немецкой культуры. Мы вступаем в новую эпоху, отдающую нам России колоссальные конкурентные преимущества. Ну и как минимум должны понимать происходящее, просто для того, чтобы не растерять, не разбазарить эти преимущества, как в прошлом было уже очень много раз. Спасибо. Спасибо.